Руководство незаконной организации ДНР на 2 октября анонсировало Праймерис во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке. По информации от членов незаконной группировки, более тысячи человек подали документы для участия в предварительном голосовании, которое называют Праймерис. И уже 21 сентября во время форума незаконной организации их глава Александр Захарченко представил общественности так называемых кандидатов, которых он считает единомышленниками. Но в средствах массовой информации все чаще появляется версия, что победитель голосования уже определен. Им станет нынешний так называемый мэр Донецка Игорь Мартынов. Мы обязаны победить, поэтому за мысль у нас стоят люди, которые в вашей верности должны сказать следующее. Уважаемые друзья, я, вся республика верит вам, я на вас положился. Я бы каждому из вас молотов отдать жизнь нашей страны. Помните, что служить нужно народу, за республику можно отдать жизнь, а честь не отдавать никому. Это должен быть ваш девиз. И вы на эти выборы должны идти с таким же девизом. Немаловажным фактором остается то, что большинство жителей Донецка, кандидатов, которые идут на так называемые предварительные выборы, как не знали, так и не знают. Но поход на выборы считают важным. У меня есть соседка, она вступила в партию, приходила, чтобы я подписывалась. Все, больше ничего пока не знаю. Это пробная проба, как пройдут выборы. Мнение народа узнать. Все, вот я от человека так. К сожалению, я уеду. Мне нужно будет уехать, и все. А пока нет. Пока еще ничего не слышала. Без понятия. Мы вообще ничего не знаем. Мы будем, когда будет все известно. А так пока мы ничего не знали. У нас мят, ребенок. Это по-своему, так вот. Тем более мы ни отсюда, ни местные. Я, может быть, ничего не знаю. И я ничего не знаю. Не знаю. Возможно. Я не верю. Ну, нет. Ну, это как? Я не знаю. Ну, по телевизору рассказывали. Ну, в общем, не могу не сказать. Ну, как выборы, да? Ну, как выборы. Как выборы. Говорили по телевизору. Как выборы. Что за... Предварительное голосование. А. Да? Да. Да. Пойдем. А что мы не поймем? У нас тут как будет. Не, мы свои... я свои... А, это куда-то. Не, нет. То, что 2 октября в нашей республике будут предварительные выборы для того, чтобы выявить, кто действительно достоин быть кандидатом в депутаты местного совета, в Гродного совета в нашей республике. Ну, я весенноватая проживаю, поэтому там свои кандидаты. Предварительно двоих выдвигают, но, как бы, посмотрим, достойны ли они или нет. То есть, в принципе, понимаете, в чем проблема на данный момент? Нет какой-то агитации, нет рассказа о них, нет в них программы, они не представляются людям. То есть, то, что мы знаем на уровне, допустим, если я общаюсь в каких-то сферах, то, что знаю об этих людях и знаю, за кого мне нужно голосовать, чтобы было лучше, то это я знаю. А так, вот, какой-то массовой агитации нет. Честно говоря, я сейчас не знаю. Выступал у нас, ходили у нас главврач онкологии, он при этом идет туда, по-моему, депутаты. Но этого врача, как бы, знаем, а больше больше не знаю. Я никого не знаю. Ну, пойду. Как всегда, я все время ни одни выборы не пропускала. Ранее незаконные формирования сообщали о том, что наблюдать за проведением праймерис они позволят украинским средствам массовой информации, но лишь избранным. Также допуск получат и представители миссии ОБСЕ. Но последние предложения не приняли. Специальная мониторинговая миссия не проводит наблюдения за выборами. В наш мандат входят наблюдения за окружающей обстановкой в сфере безопасности. И результаты наших наблюдений доступны на нашем сайте. Также, по сути, праймерис срывает минские соглашения. Так считает представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская. Об этом она написала в своем Facebook. Недавно посетившие Донбасс евродепутаты также выразили свое негативное отношение к предстоящим праймерис в Донецке. «Я очень хорошо знаю, как проходят выборы в России. И поэтому ожидать, что в зоне, которая находится под контролем России и наемников, что-то будет происходить по-другому – это просто невозможно. Как бы мы их ни назвали – выборы или праймерис». Абсурдным праймерис считает и председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации. «Ну, який біса праймерис? Ну, на сьогоднішній день, тобто, якщо ходять п'яндиги із автоматами, із гранатами, якщо на сьогоднішній день, в принципі, безпеки ніякої, про який праймерис можна говорити. Вибори і праймерис – це не просто голосування, це усвідломлений вибір людей. Якщо на сьогоднішній день люди бояться попасти на підвал, люди бояться, що їх, вибачте, мене, будуть катувати або затримувати, попробую там з українською символікою вийти або порозмовляти українською мовою, то відразу терорист, відразу диверсант і відразу на підвал. Про який праймерис говорити можна? Вибачте, це фейкові вибори, фейковий праймерис. І це сьогодні шантаж України і сторони Кремля.